Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. Сегодня в программе. Обустройство дорог, предназначенных для пешеходов, власти республиканской столицы завершают ремонтные работы тротуаров. С какими проблемами сталкиваются жители многоэтажных домов Черкеска, проблемы горожан высушила съемочная группа вестей. Изучение эффективности реабилитации инвалидов боевых действий. В республику прибыл эксперт комиссии по делам инвалидов при президенте России. Премьера известного мультфильма «Смешарики» на карачаево-болгарском языке прошла в Карачаевске на базе КЧГУ. В Черкесске на завершительный этап вышли работы по укладке тротуарной плитки. Выполненный на сегодняшний день объем работ составляет 90%. На проспекте Ленина работы по укладке плитки уже завершаются. Готовность составляет порядка 90%. Также на стадии завершения улицы Красноармейская, Советская, Пушкинская, Ворошилова. Как отмечают в мэрии, работы не будут считаться законченными. Пока на все газоны не завезут и не распределят чернозем, все урны не станут на место, не будет смыт весь пылевой, песчаный слой, убран излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы. Напомню, что в Республиканском центре в текущем году современным плиточным покрытием обустроят сквер Есенина и тротуары улиц Красноармейской, Советской, Пушкинской, Ворошилова. Также запланирован ремонт около двух километров тротуаров по улицам Гутякулова и на двух участках набережной. Всего за последние два года в Черкесске отремонтировано 13,5 тысяч метров тротуаров. В редакцию «Вести» обратились жители нескольких домов Черкеска. По словам людей, состояние фасадов и коммуникаций давно нуждается во внимании со стороны обслуживающих организаций. Однако этим горожане по непонятным для них причинам обделены. На месте в ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Этот двор в Черкесске общий для многоэтажек Паперомайска и Ворошилова. Несколько лет назад его благоустроили по федеральной программе. Жители были рады получить в пользование комфортную территорию. И теперь сами прилагают немало усилий, чтобы сохранить её и приукрасить. Жаль, говорят, что добиваться выполнения тех или иных видов работ удается только посредством обращений к властям. Иначе никак. Нам сделали крылечки, потому что мы писали в дом, ну, правительство, нам кое-как сделали. Заодно наше крыльцо было развалено, ходить нельзя было. И сделали два этих. А угол дома, где действительно всё обвалено, сейчас пусть посмотрит, там снимет, никто его не делал. Мы сказали, ну, замажьте просто, не красьте ничего, вот замажьте его. Никто его не замазал и сказал, у нас нет ни цемента, ни раствора. Фасад четвёртого дома по Ворошилово постепенно разваливается. Порой хватает прикосновения, чтобы из крыльца вывалился кирпич. Сами люди и рады бы отремонтировать, но квалификация не позволяет. А те, кому платят за обслуживание, почему-то игнорируют проблему. Проектам предполагалось, что эта коморка станет местом сбора общедомового мусора. Затем её приспособили под комнату для инструментов дворника. Однако вместо мётел, совков, лопат, тот складировал найденные вокруг домов бытовые отходы, неприятный запах от которых поднимался в квартиры людей. Та же управляющая компания должна тоже наводить порядок. Дворник должен убирать мусор. Вот сейчас прозвучали жалобы людей, что этого не делается. И какая ещё проблема? Вот делают дворы, а порядок в подъездах, во дворах, то есть именно текущий ремонт многоквартирных домов остаётся под большим вопросом. То есть управляющая компания его не производит. Соседний шестой дом тоже нуждается во внимании со стороны обслуживающей организации. Эти кадры – лучшее подтверждение, что после выпадения осадков один из подъездов напоминает маленькую Венецию. По этажам хоть вплавь, передвигайся. И люди уже не особо надеются, что их проблемы будут замечены, услышаны. По заверениям представителей мэрии и общественников, они проконтролируют решение вопросов. Эксперты регионального народного фронта посетили и жителей домов по улице Ставропольской, которые с конца апреля остались без горячей воды. Включаешь кран, а в ванну течёт холодная жидкость. Спустя несколько минут её температура падает ещё ниже. «Обращались мы в тепловые сети, узнать, в чём проблема. Они, значит, нам ответили, что тот участок трубопровода, на котором авария, этот именно участок никому не принадлежит, не стоит ни у какой организации на балансе. Там авария, и поэтому собственники дома должны делать ремонт за свой счёт». Когда-то в этот дом заселяли работников почты. За организацией числились и коммунальные сети. Позднее жильцам назначили обслуживающую организацию «Мегаполис». Однако для неё оказалось невыгодно присматривать за двухэтажным строением с 21 квартирой. И через год дом вновь остался без управляющей компании. «Оказалось, что это не новая ситуация для города Черкесска. Есть ряд домов многоквартирных, у которых точка ответственности – это не стена дома многоквартирного, а некие колодцы тепловые в данном случае. Я бы рекомендовала в связи с этим старшим домов, тем, кто отвечает за это, всё-таки обратить внимание на первичную документацию и ещё раз свериться с тепловыми сетями, с водоканалами, где у них точка ответственности, балансовой принадлежности». По словам общественников, у жильцов дома есть право на определение формы управления и выбор управляющей компании. Либо им остаётся дождаться, когда обслуживающую организацию назначат городские власти. Народный фронт пообещал разобраться в ситуации и сделать всё возможное, чтобы под трубом как можно скорее пошла горячая вода. Около трёх месяцев осталось до начала отопительного сезона. А значит, уже сейчас необходимо проверить и все имеющиеся коммуникации, чтобы не латать дыры в период холодов. А вот что для себя могли бы сделать сами горожане, так подать до 20 июля заявку на участие в программе благоустройства. Детям этого двора сейчас негде играть. Найти себе развлечение они, конечно, смогут. Но понравится ли оно старшим? Поэтому лишь небезразличное отношение всех заинтересованных сторон поможет сделать лучше и сам город. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный град. Ветер западный 5-10, температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, а днём 23-28 градусов тепла и местами до плюс 21. В северной части высокая пожароопасность. В Черкесске ночью кратковременные дождь и гроза, днём бессущественных осадков. Ветер западный 5-10, температура ночью 17-19, днём 25-27 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Народный артист России Юрий Куклачёв и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зелёный остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Обществу с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтёры, прессовщики, подавальщики. Черкесск. Пятигорское шоссе 23. 8-938-038-84-37. Сегодня по поручению президента России Владимира Путина в Карачаево-Черкесию прибыл эксперт комиссии по делам инвалидов при президенте России Александр Изьянов. Целью визита является изучение эффективности реабилитации в связи с проводимой спецоперацией на Украине. Также подготовка предложений по формированию и проведению государственной политики в отношении инвалидов, определение способов, форм и этапов её реализации. По словам Александра Даниловича, после посещения регионов будут подготовлены предложения по выработке основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере предоставления инвалидам возможностей в реализации конституционных прав и свобод, их социального обеспечения и установления им мер государственной поддержки на основании анализа положения дел. Обсуждались вопросы реабилитации и вопросы поиска непосредственно у вас, республики, места под реабилитационный центр или на базе какого-то медицинского учреждения или, может быть, реабилитационного центра для того, чтобы был специализированный центр, где они проходят реабилитацию. Потому что, понимаете, реабилитация и абилитация, возвращение ребят в социум, в социальное общество, чтобы они вернулись к жизни, это очень многое значит. Когда люди увидят, что государство заботится об инвалидах, о тех, которые потеряли часть здоровья в этих боевых действиях, и не только инвалидам, но и участниках боевых действий, то тогда все поймут, что можно и нужно идти защищать наше отечество. В первую очередь на местах будут психологи работать с теми ребятами, которые возвращаются, потому что это наиболее важная задача сейчас непосредственно. Потому что и после Афганистана, вот я вернулся из Афганистана непосредственно, то же самое был афганский синдром у всех ребят, которые вернулись из Афганистана. Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связей и массовых коммуникаций запустили новый сервис. Ход – снятие ограничения выезда из России на портале Госуслуг. Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. На портале Госуслуг возможно не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, поскольку возможность выезда за границу зависит от исполнения судебных решений. Смешарики заговорили на карачаево-балкарском языке. В КЧГУ имени Умара Лива прошла презентация мультфильма «Смешарики», озвученной студией «Эльби Саунд» на карачаево-балкарском языке. Важно отметить, что в ВУЗе функционирует профессиональная студия звукозаписи, которая занимается переводом и озвучкой известных фильмов на языках народов Карачаева-Черкесии. На премьере мультфильма побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Теперь любимые герои мультфильмов заговорят на родном языке. Новая профессиональная студия звукозаписи в КЧГУ «Эльби Саунд» открывает возможность для детей посмотреть мультипликационные фильмы на языках народов Карачаева-Черкесии. Данный проект победитель конкурса молодежных проектов СКФО, который проводился Росмолодежью. И вот первая премьера – это «Смешарики», озвученные на карачаево-балкарском языке. От имени ректора поприветствовал всех, кто пришел на презентацию, начальник управления молодежной политики и социальных проектов ВУЗа Наурус Капушев. Поддержка, сохранение родных языков для нас очень важна. И сегодня, я надеюсь, мы насладимся тем результатом, результатом работы целого коллектива, которое на протяжении нескольких месяцев работало над озвучиванием на всех родных языках, в том числе и карачаевский, и черкесский, и абазинский. Но сегодня мы насладимся именно карачаевским языком. Я надеюсь, что эта идея будет продолжать жить и приносить пользу нашим детям, чтобы они всегда осознали и не забывали наши родные языки. На премьеру «Смешариков» пришли сотрудники ВУЗа, жители Карачаевска и, самое главное, юные зрители. Нам очень важно было вжиться в роль наших героев, отмечают участники проекта. И не просто озвучить, а передать смысл диалогов, также раскрыть яркие образы «Смешариков». Дети с особым вниманием следили за действием их любимых героев и выражали радостные эмоции. «Я постаралась раскрыть свой персонаж Нюшу, и для меня было важно донести красоту нашего языка детям», отмечает участница проекта, студентка первого курса Института филологии Мадина Малсугенова. «Очень нужный проект в плане сохранения родных языков. Действительно, стать частью этого приключения для меня большое счастье. Благодарю за это нашу студию Эльбисаунт и Асю Байчорову. Действительно, подарить свой голос персонажу, чтобы тот заговорил на карачаево-балкарском языке. Это незабываемый опыт». В свою очередь, режиссер «Смешариков» на карачаево-балкарском языке, актер русского драматического театра Карачаева-Черкесии Ибрагим Бастанов отметил профессионализм и актерское мастерство всех участников. Я уверен, что и в дальнейшем мы озвучим много других известных мультфильмов. «На сегодняшний день очень много молодежи плохо разговаривает на своем языке. У 50% уже акцент появился. Это очень важно. Это для нас в будущем подрастающие поколения дети будут смотреть». Творческая команда также озвучит «Смешариков» на черкесском, абазинском и нагайском языках. Алик Алипшоков, Аслан Гирюгов. Вести Карачаева-Черкесия. Карачаевск. Это «Все вести на сегодня», а прямо сейчас программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова